Ауду биллэхи мина шейтанир рачим, бисмиллахи ррахмани ррахим, ва бихии настоеин, ваху ваххайру насри нибаму'ин. Ассалату ассалату аль-саламу аль-сайду лам-бияй и والмурсалин, ва аль-Алихит-тайбин, аль-ттахирин и лам-асумин, ва ла'анату ад-даимату аль-Адаихим аджмайин, иля-а к явми явмид-дин. Ассалату аликум арахматуллах и баракату, дорогие братья и сёстры. Итак, мы продолжаем нашу серию лекций относительно вопроса и темы о том, как, почему и кем был убит его светлость имам Мусейн, алейсалату ассалам. В связи с этим мы посчитали необходимым коснуться ряда вступительных вопросов. И первым из этих вопросов является ознакомление с династией аминьятов. Кто такие аминьяты? Так как это из тех вступлений, которые имеют очень прямое и важное значение для обсуждения данной темы. И для этого мы пройдем определенные этапы. Во-первых, это аяты священного Корана. Во-вторых, это предание его светлости посланника Аллаха салаллаху алейхи в алейхи в ассалам. И, наконец, исторические факты, исторические тонкости, исторические данные о данной династии. И в связи с этим мы коснулись на предыдущей лекции, на предыдущей части, коснулись аята священного Корана, 60-го аята священного Корана, с суры «Аль-Исра», где Всевышний говорит «Тот сон, который мы показали тебе, то видение, которое мы показали тебе, и проклятое в священном Коране дерево мы сделали всего лишь фитны для людей». В некоторых толкованиях говорится, что под фитны подразумевается наказание. Но на самом деле смысл более чем ясен. То есть фитна – это и есть смута. То есть этот сон и проклятое в священном Коране дерево являются смутой для людей. То есть тем, что скрывает, тем, что затуманивает истину, правду. То есть это смысл смуты, это смысл фитны. Но мы очень часто толкуем фитну и смуту как разделение. То, что происходит разделение, какие-то конфликты, какие-то разногласия и так далее, и тому подобное. Но на самом деле эти разногласия, эти разделения и эта разобщенность всего лишь следствие настоящего истинного смысла слова «смута», слова «фитна», то есть того значения, которое мы только что сказали. Итак, мы говорили на предыдущей части и говорили о том, что имеется достоверное предание о том, что его святлость посланник Аллаха саллаллаху алейхи и алейхи и ассалям увидел, как на его минбаре, который вне всякого сомнения с точки зрения ислама и с точки зрения исламской культуры является символом власти как духовной, в первую очередь таки светской власти, которые не отделены друг от друга в исламском учении. Его святлость посланник Аллаха саллаллаху алейхи и алейхи и ассалям увидел, что сыны Хакяма, мы говорили о том, что Хакям является сыном ибн Абель-Аса, который является сыном Умайи. Мы об этом говорили, об этой родословной, коротко мы поговорили и объяснили, кто такой Хакям и чей он сын, и кто его потомки. Его потомки, в первую очередь, это потомки Марвана ибн Хакяма, естественно. Его светлость посланник Аллаха саллаллаху алейхи и алейхи и ассалям увидел, что эти люди прыгают на его минбаре подобно обезьянам. Толкование этого сна более чем понятно. Значение этого сна более чем понятно, то есть имеется в виду, что эти люди захватят и будут распоряжаться подобно обезьянам. Захватят и приберут к рукам светскую и духовную власть. Это из этих преданий более чем ясно прослеживается, из преданий, в которых об этом говорится. Предания дошли до нас в очень разнообразных выражениях и формулировках, о которых мы с позволения Бога в той или иной мире поговорим. Конечно, полностью охватить этот вопрос мы не сможем, потому что он довольно-таки обширный, но все-таки какое-то представление с позволения Бога мы постараемся все-таки дать. Итак, это предание, которое мы приводили ранее. А теперь в этой лекции, в этом нашем обсуждении мы поговорим о том, достоверно ли это предание или нет. Мы поговорим о достоверности этого предания. Я прежде всего хочу сделать небольшое отступление, связанное с тем, что сегодня на этой лекции мы не будем говорить о всех цепочках передачи данного предания, потому что их просто огромнейшее множество. Мы разделим эти цепочки передатчиков и поговорим только о некоторых из них. О некоторых других мы с позволения Бога поговорим в следующей лекции. Мы разделим их по формулировкам, потому что в некоторых из них говорится о том, что это сыны сыны Хакама, что посланник Аллаха увидел сынов Хакама. Но есть другие формулировки и огромное множество цепочек передачи говорится о том, что увидел сынов Умайи, то есть Амиядов увидел. Сейчас мы поговорим о цепочках передачи, где говорится сыны Хакама, потомки Хакама. А в будущем поговорим о тех цепочках. Конечно же, эти цепочки передатчиков, этих двух формулировок, они вне всякого сомнения подкрепляют друг друга. Итак, что касается достоверности данного предания, достоверно ли оно? Оно достоверно вне всякого сомнения. И всякий, всякий сунницкий ученый, который сказал, что это предание является слабым, сказал, это основываясь на одном из на одном из двух факторов. Первый фактор и очень распространенный, наверное, самый распространенный, из-за которого те или иные ученые сказали, что это недостоверное предание, это то, что им смысл не понравился. Это первый фактор, по которому они не принимали это предание. Им не понравился смысл. Можем ли мы всерьез воспринимать этот фактор? Конечно же, нет. И второй фактор. Второй фактор, на основе которого некоторые сунницкие ученые сказали, что ослабили это предание, это то, что они или увидели только слабые цепочки передатчиков и не увидели, и не встретили сильные цепочки передатчиков, потому что, да, некоторые цепочки передатчиков слабые. И именно эти слабые они приводят в своих книгах и говорят, что это предание слабое. Или они не встречали сильной цепочкой передатчиков, достоверной цепочкой передатчиков, или же предпочти не встретить, или же предпочти не заметить. Но в любом случае, как мы видим, и тот, и иной фактор абсолютно не аргументированный и абсолютно никакой ценности из себя не представляют. И поэтому давайте в первую очередь посмотрим, какие сунницкие ученые назвали это предание достоверным, то есть предание, в котором говорится, что его святый посланник Аллаху увидел сынов Хакяма. Увидел, здесь имеется разногласие относительно того, что здесь подразумевается под видением. На первый взгляд кажется, что речь идет о сне. о сне посланника Аллаха салаллаху алейхи и вася это обсуждение не очень имеет прямое отношение и не играет в общем-то важной роли, но все-таки я этого момента тоже коснусь. Некоторые говорят, что это сон, что его святость посланник Аллаха салаллаху алейхи и вася увидел во сне. И на первый взгляд именно таков смысл этих преданий, в которых говорится об этом. И также аяты священного Корана, где сказано Моруя, сон, который переводится обычно как сон, или можно переводить как видение. Но некоторые толкователи говорят о том, что когда его светлость посланник Аллаха салаллаху алейхи и вася был вознесен то есть тот самый мирадж ночной перенос вознесение именно в этом своем вознесении увидел. То есть это не был сон как таковой. Это было вознесение его светлость посланника Аллаха салаллаху алейхи и вася и так какие ученые, какие сунницкие ученые подтвердили это предание, в котором говорится, что его светлость посланник Аллаха салаллаху алейхи и вася увидел сынов Хакяма на своем мембаре прыгающими подобно обезьянам. И мы ранее говорили, подчеркивали, что в первую очередь это, конечно же, Хаким Нишабури. Итак, это Муссадра Калассахи Хейн Хаким Нишабури Хаким Нишабури издательства Дар-Уль-Ма'рифа 1998 года. Китабуль Фитан это книга Смут предание под номером 8528 8528 это 5 том 678 страница. Это предание мы ранее зачитывали повторяться не будем. Итак, после предания Хаким говорит что это является достоверным преданием согласно словам Бухари и Муслима но ни один из них не привел в своих сборниках это предание говорит Хаким но помимо этого также предание названо достоверным Захаби это также Муссадра Калассахи Хейн обратите внимание Муссадра Калассахи Хейн но уже другое издательство издательство Дар-Уль-Кутубль-Эль-Мия я это предание ранее предыдущей части засчитывал из книги то есть это уже было совсем другое издание в котором в котором также были приведены мнения Захаби Шамсуддина Захаби дело в том что у Шамсуддина Захаби имеется книга Тальхиз где Шамсуддин Захаби высказывает свое мнение относительно достоверности тех преданий которые привел Хаким в своей Муссадраке и то издание которое я засчитывал было уже с комментариями Захаби и это издание которое вы видите это также с комментариями Дахаби это Дарвуль Кутбель Эльми Ябейрут 1990 года издание с 4 томах предание под номером 84-81 это же чуть другое издание и что говорит Захаби аля шарти муслим Захаби говорит что да соглашается с Хакимом Нисабури и говорит что да это предание является достоверным согласно условиям муслима итак но предание названо достоверным и передачки этого предания названы это предание от Абу Гурейра то что мы видели у Хакима и это же предание названо достоверным и передачки его названы надежными Стикат Хейсами Хейсами своем Маджма Уззаваид итак это Маджма Уззаваид Велмамба Ульфаваид принадлежащая Хейсами Мактаба Туль-Кудси это Каир 1994 года издание в 10 томах это 5 том 243 страница 5 том 243 страница предание под номером 92-46 92-46 итак Раан Абу Гурейра Анна Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам Раа фи манамихи Каанна Банил Хаким Янзуна Аля Минбарихи Ва Янзилуна Фа Асбаха Кал Мутагайзи Фа Кала Ма Али Ра Айту Банил Хакима Янзуна Аля Минбарихи Назвал Кирада то есть то самое предание которое мы неоднократно переводили То есть увидев этот сон его сведлость посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалам до конца то есть это и Хаким передавал до конца своей жизни не радовался и не улыбался и далее Хейтами говорит Хейтами говорит что это предание передано Абу Яла в его муснаде все передатчики являются передатчиками Сахи то есть или Сахи Бухари или Сахи Муслим кроме Мусаб ибн Абдуллах ибн Зубейра а что касается Абдуллах Мусаб ибн Абдуллах ибн Зубейра то он Фикатун говорит Хейтами то есть он является надежным передатчиком это второй ученый Хейтами это второй ученый который подтвердил надежность и достоверность этого предания и также Аль-Бусейри Аль-Бусейри в своей книге Тихаф Аль-Хейра итак это Тихаф Аль-Хейра издательство Дар-Уль-Ватан Ар-Риад Ар-Риад Саудовская Аравия 1999 года издание 8-й том 83-я страница 8-й том 83-я страница и предание под номером 75-29 Бусейри привел то же самое ровно то же самое предание которое мы обнаружили у Хейтами в Маджмаус Завайт и вот что он говорит после предания Раваху Абу Я'ла Варвуатуху Фикатун говорит Бусейри говорит что передал Абу Я'ла в своем муснаде и все передатчики являются надежными Фикат все передатчики являются Фикат эта цепочка передатчиков которая восходит к Абу Хурейри названа и мы чуть позже увидим является достоверной надежной как мы видим подтверждение со стороны этих суннистских ученых и помимо этого Аль-Вадии Аль-Вадии в своей книге Ас-Сахиху Аль-Муснад Мимма Лайса Фис-Сахихейн Ас-Сахиху Аль-Муснад Мимма Лайса Фис-Сахихейн Аль-Вадии это издательство Дар-Уль-Атхар Йемен Сан-А 2007 года издание 2 том 409 страница 2 том 409 страница предание под номером 1435 это то же самое предание которое привели Хейсами Хаким Бусейри то есть то самое предание которое было передано Абу Яла в его Муснаде восходящие по цепочке восходящие к Абу Хурейри это то же самое предание и вот что говорит Аль-Вадии после предания Хаде Хадисон Хассанон это хорошее предание это хорошее предание говорит Аль-Вадии но это еще не все помимо всех этих ученых это предание также названо достоверным Насрюддином Албании Насрюддин Албании также назвал это предание Сахих назвал это предание достоверным это Салисиляту Ахадиси Ахадиси Сахиха то есть сборник достоверных преданий принадлежащие Насрюддин Албании это Мактаба Тульма Ариф Ириады Саудовская Аравия Мактаба Тульма Ариф Издание Итак это седьмой том издание 2002 года Седьмой том был издан в 2002 году Предание под номером это седьмой том 1645 страница Предание под номером 3940 3940 Инира Айту Фима Нами Каанна Банил Хакям Ибн Абил Аас Янзун Аля Минбари Кама Танзул Килада То есть я увидел во сне как будто сыны Хакяма Ибн Абил Ааса прыгают на моем Минбари подобно обезьянам подобно тому как прыгают обезьяны И то что Албани привел это предание в этом своем сборнике это уже является доказательством и подтверждением того что он считал это предание Саги потому что это сборник достоверных преданий согласно его мнению И здесь он говорит о том что это предание передано от трех людей то есть восходит к трем это Абу Хурейра как мы уже говорили ранее это Саубан и Саиды Саиды Ибн Мусаеб Саиды Ибн Мусаеб но я немножко порылся в книгах поискал и обнаружил что обнаружил что Албания очень сильно ошибается очень и очень сильно ошибается почему потому что это предание передано большим количеством людей намного намного большим количеством людей чем всего лишь трое и поэтому я немножко более такое всестороннее исследование провел чем Албании здесь Албания я коротко скажу говорит о том что предание Табу Хурейры передается двумя разными путями один из этих путей неплохой но второй прекрасный отличный Джейид он говорит прекрасный яснат у него дело в том что в одном из цепочек передач которые восходят Кабу Хурейре находится некий человек по имени Зянджи у Зянджи в чем проблема у Зянджи проблема в том что он правдивый но у него была слабая память он правдивый но у него слабая память и поэтому он говорит что этот яснат эта цепочка передач немножко такая не очень сильная но кроме Зянджи от А'ла передает Ибн Абихазин также передает Ибн Абихазин который является фигай который является не просто правдивым он является надежным и поэтому он говорит что яснат у Худжайид поэтому передание восходящей Кабу Хурейре согласно мнению Албании является Джейид Джейид что касается Саубана то там имеется Ибн Рабиэ которого ослабил Албании и Саид ибн Мусайеб который является Саид ибн Мусайеб который является Табиином и он не застал времена посланника Аллаха салаллаху алейхи и посалам и поэтому Албания называет это передание Мурсаль и так чтобы можно было увидеть наглядно эти цепочки передатчиков и так формулировки посланник Аллаха салаллаху алейхи и посалам сказал «Мне было показано во сне, как будто дети Хаками ибн Аблиаса прыгают на мою мебель, подобно обезьянам». Именно в этой формулировке передается от Абу Гурейра с небольшим отличием в цепочке передатчиков. Вот Абу Гурейра передает Абдул-Рахман ибн Якуб Абул-Ала. Вот него передает его сын Аль-Ала. Вот Ала уже передает два человека. Именно это тот самый Занжи, которого ослабил Албания. То есть Албания сказал, что это не то чтобы ослабил, он говорил о том, что есть небольшие сомнения относительно его памяти. У него была слабая память, но сам по себе Занжи является правдивым. Но что касается ибн Абу Гурейра, относительно него уже нет никаких проблем, он является надежным. Это опять-таки согласно словам самого же Албании. И далее все остальные передатчики являются надежными. Относительно всех остальных передатчиков каких-то проблем, каких-то разногласий, каких-то вопросов нет. Итак, если Аль-Ала передает ибн Абу Хазим, то от него передает Мусаб ибн Абдуллах, ибн Зубейр. Эта цепочка передатчиков как раз-таки и имеется в мусснаде Абу Я'ла. Именно по этой цепочке передатчиков передал Абу Я'ла. Ну а если вот Ай-Ала передает муслим, то есть это тот самый Занжи, то эта цепочка передатчиков передана Хакимом Ни Сабури. То есть Хаким Ни Сабури привел эту цепочку передатчиков в своей книге. Именно эту цепочку передатчиков Хаким назвал достоверно и согласно условиям муслима и бухари. Именно эту цепочку передатчиков подтвердил вахаби, сказал, что эта цепочка передатчиков является надежной согласно условиям муслима. То есть подтвердил именно эту цепочку передатчиков вахаби в своем тальхисе. Поэтому мы здесь обнаруживаем две пути после Аль-Ала, обе из которых являются в относительной степени надежными, но помимо этого подтверждают друг друга, что очень важно. Мы не должны забывать тот факт, что даже слабые пути передачи, даже если мы будем иметь множество путей передачи, в которых все передатчики без исключения являются грешниками и лжецами, то мы в конечном итоге получим достоверное предание. Получим достоверное предание. Это правило в хадисоведении. Обратите внимание, сам Ибн Таймия об этом говорит. Итак, это Маджмуфа Тава Ибн Таймия. Это 18 том, страница 26. Вот что говорит Ибн Таймия. То есть он говорит, что если мы имеем предание по множествам путей передачи, то эти пути передачи подкрепляют друг друга. Даже если все передачи в цепях этих путей являются грешниками, являются фасик, являются фаджир, то есть являются людьми, которые совершают большие грехи, являются лжецами, являются порочными людьми. Но как же они не могут подкреплять друг друга, если некоторые передачи являются учеными, являются справедливыми людьми? Но, несмотря на свою ученость и на свою справедливость, они иногда ошибаются. И они часто ошибаются. Но в силу своей памяти, слабой памяти, каким-то другим признакам и причинам они ошибаются. Поэтому, если мы имеем несколько путей передачи, в которых имеются люди, которые полностью слабые, являются грешниками, несправедливыми людьми, то даже в этом случае эти пути передачи подкрепляют друг друга, не говоря уже о том, чтобы они подкрепляли друг друга, когда все передачи являются надежными, правдивыми людьми, правдивыми людьми, учеными людьми, знающими людьми, людьми добросовестными и так далее, но при этом имеют небольшие проблемы с памятью, иногда ошибаются, то как же в таком случае, Бендаемия говорит, как же в таком случае эти пути передачи не могут подкреплять друг друга? Конечно же, могут. Поэтому, если Занджи является слабым, как, в принципе, и сказал Албания в своем салисаляту ахадисы сахиха, если Занджи является слабым с точки зрения памяти, то есть сам по себе правдив, но у него имеются проблемы с памятью, то Ибн Абу Хазим, который также наряду с ним, наряду с Занджи передает это передание от Алла, просто подкрепляет тот путь, который имеется у Хакима, в котором присутствует Занджи. Итак, давайте мы также посмотрим на отдельно, сами посмотрим на передатчиков одного из пути. Конечно, мы не будем сильно много времени тратить на этот вопрос и разбирать все пути передачи и все передатчики в этих путях. Разберем всего лишь один из путей, самый надежный, самый лучший, который приведен в Муснаде Абу Яла, и посмотрим на передатчиков этого предания, являются ли они надежными. Самостоятельно посмотрим, что о них сказали суннистские ученые. Итак, в первую очередь, это Абу Хурейра, которые являются сподвижниками, и с этой точки зрения, в общем-то, нет никакой необходимости его разбирать. Вот Абу Хурейра передает Табиин Абдур-Рахман Ибн Якуб Абу Ала. Кто это такой Абдур-Рахман Ибн Якуб? Абдур-Рахман Ибн Якуб — это человек, о надежности которого сказали такие люди, как Бейхаги. Бейхаги сказал, что он один из надежных и известных своей надежностью. Это сказал Бейхаги. Насаи, сказал, в нем нет никаких проблем. Ла Исаби Хибаас. Ахмад Ибн Салих Аджайли назвал его Сыка. Ибн Хачар Аскалани назвал его Сыка. Захаби назвал его Сыка. И Али Ибн Иль Мудайни также назвал его Сыка. И далее его сын Абдур-Рахман Ибн Якуб Абдур-Рахман и передает его сын Аль-Ала. Что касается Аль-Ала, то здесь также каких-то сомнений и разногласий нет. Он назван надежным очень многими. Некоторые из них вы видите на своих экранах. Например, Ат-Тирмизи назвал его Сыка. Ахмад Ибн Хамбал назвал его Сыка. Аня Саи сказал, что он Сыка. Ахмад Ибн Салих Аджайли назвал его Сыка. Ибн Хачар Аскалани сказал, что он правдивый. Ибн Абдул-Бар назвал его Сыка. И все остальные, те, которых вы видите на своих экранах. То есть по поводу Аль-Ала тоже каких-то проблем нет. Он является надежным передатчиком. И далее, в той цепочке, которую разбираем мы, далее передает Ибн Абу Хазим. Итак, что касается Ибн Абу Хазима, то опять-таки этот человек надежный, является Сыка. Надежность его подтвердили очень многие. Например, Абдул-Касим ибн Башкал. Некоторых из них я выведу на экран. Вы увидите на своих экранах, чтобы наглядно было. Абу Хатим Ар-Рази сказал, что Салих ул-Хадис. Ахмад Ибн Шейб Аль-Насай также назвал его Сыка. Ахмад Ибн Салих Аль-Джайли назвал его Сыка. Ибн Хачар Аскалани сказал, что он Саду-Кун-Фа-Ки. Мухаммад Ибн Абдулла Ибн Ам-Нумейр назвал его Сыка. И так далее, и некоторые другие. Итак, вот Ибн Абу Хазима передает Мусааб Ибн Абдулла. И я, кстати, замечу очень важный факт. Албания. Албания в своей книге Салисиляту л-Ахадис из Сахиха, страницу, на которой он обсуждает это предание, я уже указал ранее. Можете обратиться к этой странице. Он говорит, что Абдул-Рахман и Ибн Ягуб являются передатчиком Сахи. То есть он является передатчиком или Муслима, или Бухари в их Сахихе. Также Аль-Ла является передатчиком Сахи. И Ибн Абу Хазим является передатчиком Сахи. То есть Бухари и Муслим брали свои предания от этих трёх людей. Абдул-Рахман и Ибн Ягуба, Аль-Ла и Ибн Абу Хазима. Ну и Абу Хурейра, конечно, само собой разумеется. Единственный человек в этой цепочке передатчиков, от которого эти люди не брали свои предания, то есть Бухари и Муслим не брали предания, это Мусааб и Ибн Абдулла. Что касается Мусааб и Ибн Абдулла, сам Албания говорит, что он правдивый, называет его Сыка. Но помимо Албании очень многие назвали его Сыка. Например, Ибн Хиббан привёл его, упомянул его в своей книге Ас-Сыкат. Это книга, в которой он перечисляет надёжных передатчиков. Ахмад ибн Хамбал также сказал, что он надёжный. Сказал, что Мустаспад он является. Ахмад ибн Муса ибн Мардавей назвал её Сыка. Ибн Хаджар Аскалани сказал, Он является правдивым, знаток родословных. Тарь Гутни назвал его Сыка, Захаби назвал его Сыка, Муслима ибн Аль-Касим Аль-Андалуси назвал его Сыка, Яхья ибн Муин назвал его Сыка и так далее. И некоторые другие учёные назвали его Сыка. Поэтому мы, дорогие друзья, видим, что в цепочке передатчиков этого предания никаких проблем нет. Это надёжное, достоверное предание. Но более того, дорогие братья и сёстры, я скажу более того, это не просто достоверное предание. Это не просто достоверное предание. Это мутаватир предание. Это предание, которое является мутаватир. Мутаватир. Ну, конечно же, занимает определенную степень мутаватер. Я всего лишь приведу, обратите внимание, выведу на экран, некоторые цепи цепочки передатчиков. Итак, Табари привел по другой цепочке передатчиков. Табари привел это предание по другой цепочке передатчиков, но с небольшим отличием. Дело в том, что Табари вместо слов Амияды или вместо слов сына Хакяма сказал «сыны такого-то» — «банифилан». Поэтому у Табари это предание имеет следующий вид. Посланник Аллаха увидел детей такого-то на своем мембаре, прыгающем и подобно обезьянам. И это его расстроило. И до самой смерти он больше не радовался и не улыбался. И Аллах миспослал 60-й ад, 17-й суры, суры Аль-Исра. Это то, что приводит, это смысл того, что приводит Табари. Вот также покажем это предание из Табари. Тафсиры Табари, Даруль-Ма'ариф. Итак, это 17-й том, страница 483. Вот это предание. 483-я страница 17-го тома Табари. Тариху Табари. Тафсиры Табари, проще прощения. Тафсиры Табари. 17-й том, 480. Тафсиры Табари. 17-й том, 483-я страница. Вот это предание. Это один, это второй путь передачи. Здесь есть слабые, здесь все надежные и так далее. Здесь уже мы этот вопрос обсуждать не будем. Это не так важно. Мы приводим эту цепочку передачиков для того, чтобы подтвердить надежность. Потому что множественность цепочек передачиков подкрепляют друг друга. Хотя здесь я подчеркну, Абдул-Мухаммин ибн Аббаз считаются слабым. Все остальные надежные, но Абдул-Мухаммин ибн Аббаз считаются слабым. Но это уже не важно абсолютно. Почему? Потому что у нас есть уже одна цепочка передачиков, достоверная. А то, что передает Абдул-Мухаммин ибн Аббаз, это всего лишь подтверждение той цепочки передачиков. Прибавляет нам уверенность в том, что это и на самом деле произошло с посланником Аллаха. Абдул-Мухаммин ибн Абдул-Мухаммин ибн Абдул-Мухаммин, что это надежно. И также есть еще одна цепочка передачиков, восходящая к Саиду ибн Аль-Мусайяб. Передана она в разных книгах. Передана по одной цепочке передачиков ибн Касирам. Также передана ибн Асакирам. Ибн Асакирам она передана в нескольких цепочках передачиков. И также в Дала Ален-Нубува привел эту цепочку передачиков Бейхаги. Бейхаги также привел это в своей книге Дала Ален-Нубува. Я немножко разделил то, что привел Бейхаги и то, что привели ибн Асакир и ибн Асакир, потому что формулировка немножко отличается. Бейхаги приводит со следующими словами. Пророк увидел Амиядов на своем мимбаре. То есть Бейхаг говорит, Амиядов увидел. И это фаса ахудаликя. И это его расстроило. Это говорит Бейхаги в дала ален-Нубува. А ибн Асакир и ибн Асакир привели в следующими словами. Пророк увидел некоторых людей из амиядов на мимбарах. И это его расстроило. Фаса ахудаликя. То есть некоторых людей из бани умайя, из амиядов, с такой формулировкой привели ибн Асакир и ибн Асакир. А Бейхаги привел, увидел Амиядов. Не некоторых Амиядов, а увидел Амиядов. Это то, что приводит Бейхаги в дала ален-Нубува. Все эти передачи восходят к Саидам-ль-Мусайеб. Но проблема этого предания в чем? То есть мы видим, обратите внимание, от Саида ибн Аль-Мусайеба передает Али ибн Азейд. От Али ибн Азейда передает Суфьяна-Ссури. И далее уже от Суфьяна-Ссури передают разные люди. Это Абдулла ибн Анумейр. Это Вааааа и Алааа ибн Аубейд. Вот эти трое людей передают от Суфьяна-Ссури. Также вы видите, здесь разделяется, то есть разная цепочка передатчиков образуется. Вы можете увидеть, кому интересно, можете остановить видео и немножко внимательнее посмотреть, если это вам интересно. Итак, в чем проблема этого? Вы видите, что это предание передано множеством путей передачи, то есть наряду с теми путями, которые были выше, о которых мы говорили ранее. Но в чем проблема этого предания? Проблема этого предания в том, что Саиде бен Аль-Мусайяб жил позже этих событий. То есть он не застал времена его светлости, посланник Аллаха, салаллаху алейхи и альфа салам. Он родился позже. И поэтому он, как, например, сказал Албании, и как сказали некоторые другие, некоторые другие ученые, это предание они назвали Мурсаль. То есть передано непонятно от кого. То есть сам Саиде бен Аль-Мусайяб, будучи Табиином, не застал эти времена. И поэтому мы задаемся вопросом, а от кого передал Саиде бен Аль-Мусайяб? И поэтому с этой точки зрения сундицкие ученые эту цепочку передачиков ослабили. Только на этом основании. На основании того, что Саиде бен Аль-Мусайяб не застал эти времена. Но дело в том, что с сундицкой точки зрения это абсолютно необоснованное и неоправданное ослабление. Почему? Дело в том, что согласно сундицкому учению, согласно сундицкому хадисоведению, все сахабы, все сподвижники являются надежными. Все без исключения. Все те люди, которые застали времена посланника Аллаха, салаллаху алейхи и алейхи и ассалам, и они были мусульманами, все эти люди являются надежными согласно сундицкому хадисоведению. Почему такие предания, как Мурсаль, почему Мурсаль предания являются слабыми? Почему? А потому что неизвестно, от кого передает передатчик. От кого он передает? Неизвестно. Мы не знаем, от слабого передатчика он передает или от надежного передатчика. И поэтому мы ослабляем предание Мурсаль. Но можем ли мы этой же причиной воспользоваться, чтобы ослабить эту цепочку передатчиков? Нет, конечно. Почему? Потому что совершенно ясно, что Саид Мерлимсаев передает от сподвижников. Согласно шиитскому хадисоведению, это Мурсаль и слабое предание. Почему? Потому что шииты ставят разницу, делают разницу между сподвижниками. Некоторые заподвижники были надежными, некоторые не были надежными. И поэтому мы не знаем, от надежного сахаба передавал Саид Мерлимсаев, или от ненадежного. Но согласно сундицкому учению, абсолютно никакой разницы нет. И поэтому Мурсаль, это предание Мурсаль, оно является сильным, оно не является слабым. Оно не может просто слабым быть. Если только мы не ослабим следующего передатчика, то есть это Алибн Зейда или Суфьяна Ссури. Мы не ссылаемся на надежность этой цепочки передатчиков, мы всего лишь говорим о том, что эта цепочка передатчиков подтверждает надежность предыдущих цепочек передатчиков. И обратите внимание, это уже третья цепочка передатчиков. Это уже третья цепочка передатчиков. И четвертая цепочка передатчиков, которую также упомянул Албанию в своем «Сальсиляту ля-хадисе с Сагига», он упомянул третьей, то есть восходящий к Абуху Рейре, восходящий к Саиду Мерлимсаев, который он называл Мурсаль, и к Саубану, это вот это предание. Саубану, который привел Табарани в своей книге Мо-джамуль-Кабир, Аль-Мо-джамуль-Кабир, Мо-джамуль-Кабир привел Табарани, это предание. Но в этом предании формулировка немножко отличается. Было сказано, мне было показано, что дети Марвана, не Хакяма, а дети Марвана будут передавать мой Мимбар друг другу, и это меня расстроило. То есть это слова посланника Аллаха, передает Табарани от подцепочки передатчиков, восходящих к Саубану. В этой цепочке передатчиков Албания ослабила Язид ибн Рабия, вот этого передатчика, Язид ибн Рабия. Но в любом случае это опять-таки подтверждает то предание, то достоверное и надежное предание, сахи предание, которое мы обнаружили ранее, восходящее к Абу Гурей. Это всего лишь подтверждение. Итак, имеется и несколько других цепочек передач, о которых не сказал вообще ничего, вообще ничего не сказал Албани. Это цепочка передатчиков, восходящих к Ибн Умару, и к его светлости Али ибн Абеталиб, алей-иссалат вассалам, и к его светлости Хусейну ибн Али. Три отдельных цепочек передачи. То есть это три предыдущих цепочки передачи и три других цепочек передачи, о которых Албания вообще ничего не сказал. Не сказал, что это предание также передается от Ибн Умара, от Али и Хусейна ибн Али, алей-иссалам. Не сказал этого. Возможно, причина того, что Албания об этом не упомянул, заключается в том, что мы не знаем. То есть, например, от Ибн Умара предание передается Ибн Абу Хатимом. Ибн Абу Хатим привел. От Али также привел Ибн Абу Хатим. От Хусейна ибн Али, алей-иссалам, привел Ибн Амардавей. Но вся цепочка передатчиков утеряна. Возможно, именно поэтому Албания не привел цепочку передатчиков. Именно поэтому, может, он не упомянул об этом. Но это не может быть причиной, это не может быть оправданием. Почему? Потому что дело в том, что как книга Ибн Абу Хатима, так и книга Ибн Айардавейха утеряна. Мы потеряли книги этих двух людей. Это были очень ценные книги, судя по всему. Но они утеряны. Так как же мы обнаружили эти предания? Да, я замечу, от Ибн Умара передано в следующей формулировке. «Я видел сынов Хакям и Ибн Абль-Аса на мимбарах, подобно обезьянам, и не спослал об этом Аллах, об этом аят». То есть имеется в виду тот самый аят, о котором мы говорили ранее. От Али, алей-иссалам, передано в следующей формулировке. «Я видел сынов Умайи на мимбарах земли. Скоро они станут править вами, и вы обнаружите, что они плохие хозяева». Посланник Аллаху, алей-иссалам, был обеспокоен этим, и тогда был не спослан тот самый аят. «Мы сделали то видение, которое показали тебе, только искушением для людей». Это от его светлости Али ибн Абиталиба, алей-иссалам. От его светлости Имам Хусейн, алей-иссалам, передано в следующей формулировке. «Я видел во сне, как дети Умайи будут передавать друг другу этот мой минбар». То есть здесь, в этих преданиях от Ибн Умара мы видим, что говорится о сынах Хакяма, от Али и Хусейна, алей-иссалам. Говорится о сынах Умайи. О сынах Умайи. Итак, это формулировки. Дело в том, что эти предания дошли до нас в книге Суюти Ад-Дур-Уль-Мансур. Ад-Дур-Уль-Мансур, который является толкованием Священного Корана, Суюти написал эту книгу следующим образом. Он собрал предания, толкующие те или иные аяты, и составил из этого книгу. Составил три тома, если мне не изменяет память, три тома книги, который назвал Тарджуману-Лю-Кур'ан. Тарджуману-Лю-Кур'ан. И в этом сборнике, который был уникальным в своем роде толкованием Священного Корана, Суити привел и цепочку передатчиков, то есть приводил предания и всю цепочку передатчиков. И эти три предания он привел, выписал из книги Ибн Абу-Хатима и из книги Ибн Ардавейха. Книга Ибн Абу-Хатима и книга Ибн Ардавейха уже утеряна, их то есть нет у нас. Ну, по крайней мере, не издано, не обнаружено, возможно, где-то хранится, где-то заброшено в какой-то библиотеке старинной, в каких-то хранилищах, в каких-то музеях, может быть. Ну, по крайней мере, в общей доступности этих книг нет. Итак, Суити выписал из этих преданий, из книг Ибн Абу-Хатима и Ибн Ардавейха, именно эти предания. Но позже Тарджуману Лу-Куран, в котором также содержалась цепочка передатчиков, была сокращена самим Суити. Суити хотел облегчить чтение этой книги для некоторых людей и удалил из этой книги цепочку передатчиков. Просто взял и удалил цепочку передатчиков. И назвал книгу Ад-Дур-Уль-Мансур. И по счастливому, по несчастному стечению обстоятельств, так получилось, что Тарджуману Лу-Куран, который является тем же самым Ад-Дур-Уль-Мансур, тем же самым Ад-Дур-Уль-Мансур, но с тем отличием, что в Тарджуману Лу-Куран была вся цепочка передатчиков, а в Ад-Дур-Уль-Мансуре эта цепочка передатчиков была удалена, так получилось, что Тарджуману Лу-Куран был утерян. По крайней мере, нет общей доступности, хотя, как обычно это бывает, говорят, что в турецких библиотеках имеется рукопись самого Суюти. Но, по крайней мере, исследователи не добрались еще до этой книги, не исследовали и не издали. Она не издана, по крайней мере. Итак, таким образом, Ад-Дур-Уль-Мансур, в котором эти три передания приведены, это тоже самое Тарджуману Лу-Куран, с тем отличием, что в нем нету и снадов. Поэтому к чему мы приходим? Приходим к тому, что и снад здесь был. И поэтому то, что Албания не привел эти три и снада, три цепочки передатчиков, это недостаток исследования самого Албании. Почему? Потому что здесь были цепочки передатчиков. Здесь была цепочка передатчиков. Да, мы ее утеряли. Но с какой точки зрения эти три цепочки передатчиков представляют из себя ценность? Почему они ценны? А потому что они создают таватор. Да, предположим, что все передатчики, которых мы не знаем, имена которых мы не знаем, которые утеряны, представим, что все они являются грешниками, все они являются лжецами. Но даже в этом случае эти три цепочки создают таватор, создают надежное, одно единое надежное и достоверное предание. Это, в общем-то, все цепочки передатчиков, о которых я хотел поговорить в этой лекции, хотел поговорить сейчас. Но есть и другие цепочки передатчиков, которые также подкрепляют надежность этого предания. То есть, дорогие друзья, дорогие братья и сестры, как вы видите, никаких сомнений ни у одного нормального человека относительно надежности этого предания просто быть не может. Вы мало найдете таких преданий, которые бы имели такое надежное и множественное, множественные пути передачи. Это просто большая редкость. Большая редкость, чтобы мы обнаруживали такое подобное предание. И это еще не вся цепочка передатчиков. С позволения Бога, в будущем мы поговорим и о других цепочках передатчиков, некоторых множество, некоторые из которых являются достоверными и надежными, некоторые из которых являются слабыми. Но они в своей совокупности и в совокупности с этими цепями и путями передачи составляют мутаватор предания. Но почему я их отделил немножко от этих цепочек передач? Почему я хочу поговорить о них отдельно? Потому что в этих преданиях, помимо того, что сказано в этих преданиях, сказано нечто еще дополнительное, нечто большее. И поэтому мы уделим их немножко еще отдельное внимание. И в завершение, позвольте, я приведу эти цепочки передачиков в этих книгах, чтобы у вас уж не было сомнения, что эти цепочки передачиков в книгах Ибнекасира, Ибнекасира, Табарани и так далее, и Суюти, что эти цепочки передачиков приведены. Итак, это Аддур-ул-Мансур, Суюти, 5-й том, 39-я страница, издательство Дар-ул-Фикль, Бейрут, издание 8 томах, 5-й том, 39-я страница. Итак, вот передание, о котором мы говорили, о котором мы демонстрировали вам ранее. Это передание, которое передается от Ибн Умара. Перевод этих переданий мы уже озвучивали. «Ва-ахраджи ибн Абихатим, ан-Я'ала ибн Марра, ан-Али, алейхиссалату вассалам». Итак, это передание, которое восходит к его святству Али ибн Абиталиб, алейхиссалату вассалам. И на 30-й странице. «Ва-ахраджи ибн Мардавей, ан-Я'ала ибн Али, алейхиссалату вассалам». И передание, которое восходит к Ибн Али ибн Али ибн Али, алейхиссалату вассалам. Это «Ид дур-ул-Мансур». И передание, восходящее к Саиду ибн Аль-Мусайяб, которое приведено Ибн Касиром, «Аль-Бида ибн Нихая». Итак, это «Аль-Бида ибн Нихая ибн Касир, дару-ль-Фикр, 1986 года, 15 тома, 10 том, 49 страница». Предание, которое восходит к Саиду ибн Али-Мусайябу. Что посланник Аллах, салаллаху алейхиссалам, «Ана сан мин бани умайя, аляль-менабир фаса'а гудаликя». Что он увидел некоторых людей из бани умайи, и это его расстроило. Сказано в этой версии предания. И версия, которая приведена в «Далла Алюн-Нубува Бейхаги». Цепочка передатчиков, которая приведена в «Далла Алюн-Нубува Бейхаги». Итак, это «Далла Алюн-Нубува, дару-ль-Кутбль-Ильмия», в 7 томах 1988 года издания, 6 том, 509 страница. Вот Ана Саиду ибн Аль-Мусайяб, что он сказал. «Ра ан-набию, салаллаху алейхиссалам, бани умайя та'ала минбарихи фаса'а гудаликя, фааухия илейхи иннама хия дуня утуха». Что Саиду ибн Аль-Мусайяб сказал, что посланник Аллаха, салаллаху алейхиссалам, увидел сынов Умайи на своем минбаре, и это его расстроило. И предание, которое восходит к Саубану, о котором говорил также и Албани в своей книге. 2 том, 96 страница, передание под номером 425, восходящее к Саубану, который сказал. Мне было показано, что дети Марвана будут передавать друг другу мой минбар, и это меня расстроило. И, наконец, Ибн Асакер, Таариху Демешк, Ибн Асакера, это Дарвуль Фикер, издательство 1995 года, издание в 80 томах, 57 том, 341 страница. На этой странице это цепочка передачков, то есть все те цепочки передачков, о которых мы говорили ранее, которые мы демонстрировали, здесь приведены. Можете обратиться. Итак, таким образом, мы видим, что, дорогие братья и сестры, что это надежное и достоверное предание, и более того, обладает определенную степенью таватора, является мы таватор. И это при том, что мы еще не все цепочки передачков этого предания привели. Поэтому в достоверность этого предания ни один человек не имеет права, абсолютно никакого права сомневаться. В достоверность этого предания, абсолютно никакого. Если кто-то как-то захочет ославить этого предания, сказать, что нет, это предание является ненадежным, то всегда, пожалуйста, мы можем рассмотреть его точку зрения, рассмотреть его аргументы. На этом все. Ва-ссаламу алейкум ва-рахматуллахи ва-баракатуху. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Его emoji Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова